Лучшие практики в регионы. Помочь предпринимателям модернизировать рабочий процесс, просчитать логистику и обучить персонал. Тем самым создать условия для роста производительности труда и соответственно доходов и зарплат. Для этого создан федеральный центр компетенций. Его руководитель Николай Соломон сегодня провел семинар для бизнесменов Чувашия. Поднять производительность и увеличить заработную плату. Такую задачу ставит правительство России перед субъектами федерации. Так в прошлом году создан региональный фонд развития промышленности с капиталом в размере полтора миллиарда рублей. Предприниматели получают господдержку. Лучшие практики в этой области наработали компания «Хивил» и филиал фирмы «Август». Здесь уровень заработной платы в два раза выше, чем в среднем по Чувашии. Участие республики в федеральной программе позволит подтянуть и другие компании. Есть у нас перечень предприятий, которые участвуют в этой программе. И мы по этим предприятиям точечно, конкретно будем работать и с федеральным центром по компетенциям, и с другими службами, ведомствами, экспертами, консультантами. Самое главное, мы хотим выставить конструктивное деловое взаимодействие с работодателями. Пока в программу вступили 9 предприятий. В них уже началось обучение руководящего персонала. Назначены тренеры-специалисты из ведущих концернов страны. Они будут приезжать на производство и обучать эффективным стратегиям ведения и организации бизнеса по концепции бережливого производства. Выбрав один производственный поток на вашем предприятии, мы его изучаем по косточкам. От склада сырья до склада готовой продукции. Большинство наших предприятий буквально за первые месяцы работы, понимая, насколько неэффективно расстановленное оборудование, занимаются уже переоснащением цеха с точки зрения эффективности протекания производственного процесса физики. Это вот как раз снижаем дистанцию и время транспортировки на 30%. За год работы федерального центра компетенции в программу вошли 16 регионов России. Есть уже положительный опыт на ряде предприятий Пермского края, Тульской области. Кстати, на местах хотят тоже создать региональные центры компетенций. Моя задача, ну, скажем так, завлечь руководителей от бизнеса в эту программу с тем, чтобы они понимали, что каким профессиональным не были ваши сотрудники и каким бы опытом они не владели, есть еще кто-то, кто знает чуть больше и может подсказать, где искать вот эти резервы. Поэтому мы рассчитываем, что программа, которая будет длиться пять лет, Чувашская республика в ней будет принимать активное участие, так как по сути зашла одна из первых в эту программу. Впрочем, вступать в программу или нет решают предпринимателям. При этом они должны соответствовать определенным критериям. В Чувашии к 2024 году в программу смогут включиться максимум 100 предприятий. План амбициозен. Увеличить производительность труда на каждом из них на 30%. И это по меньшей мере. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.